Всем привет! Новое видео на канале GadgetMoney. Сегодня мы поговорим о том, что не надо делать именно тем организациям, которых многие из нас хвалят, и я в том числе. Речь пойдет об интернет-магазине МТС. Давайте разбираться. Поехали! Итак, ситуация. Я вам уже на протяжении двух видео рассказываю, какие МТС-красавчики делают хорошие распродажи, скидки, промокоды в честь десятилетия. И я в очередной раз, воспользовавшись моментом, заказал себе, сделал заказ за свои собственные деньги. Никто мне ничего не платил, не давал. Думал, воспользуюсь скидкой, все хорошо. Но нет. Все на местах решается следующим образом. Я стою вот напротив этого торгового центра самого большого в своем городе, город Петрозаводск, и обращаюсь с хэштегом МТС. Вы сволочи в том понимании, что у вас на местах работают сотрудники, которые вы, к сожалению, не можете воспитать должным образом, чтобы они уважительно, как минимум, относились к своим клиентам. Как происходит работа интернет-магазина МТС? Это интернет-площадка, сайт, на который мы с вами знаем. И всегда есть ссылка в описании, если речь идет о них. Вы на него заходите, выбираете товар, выбираете удобный для вас пункт выдачи. Они, система знает, что в этом пункте есть тот товар, в этом пункте нету. И, соответственно, решается вопрос, вы сами выбираете, где вам забрать. Я выбрал этот магазин, и у меня стоял срок выдачи до сегодняшнего дня, до 22.00. Ну, я думаю, хорошо, поеду, поменьше народу. В 9 вечера приеду в магазин. Приехал в 9.05, 9.07, где-то так. Передо мной два человека. Сейчас, вы понимаете, пандемия, не больше двух человек в салоне, все дела. Маленький салон, впертое помещение. Ну, я в маске, в перчатках, все как положено. Стою, 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 жду. 20 минут простоял, сделал замечание. Потому что, ну, действительно, бывают неопытные продавцы-консультанты на местах. Они виноваты. Не интернет-магазин МТС, а вот продавцы-консультанты на местах. Потому что, в большей степени, я, наверное, не открою вам секрет. Это все франшиза. То есть, в маленьких городах салоны сотовой связи МТС, это всего лишь франшиза. То есть, они не являются МТСом. Они просто, ну, условно говоря, ООО, которое работает под красивой красной табличкой с красивым, хорошим именем МТС. Дальше. Я простоял 20 минут, как я вам уже сказал. И тут случается следующее. Я думаю, девушка, а я долго еще буду ждать? Может быть, позовем кого-нибудь? Может быть, есть сотрудники там у вас в коморке? А что я могу сделать? Я оформляю, как бы, кредитный договор. Я говорю, у меня заказ. Она, да-да. И речь зашла до того, что, ну, я приехал в 7 минут десятого. И, конечно, когда время к закрытию, она зашевелилась, начало что-то у меня спрашивать. Я ей сказал номер заказа, код подтверждения. Все как обычно. И тут случается следующее. Естественно, система ровно в 22.00. Она дотянула до 22.03-05. А в 22.00 система уже не видит заказа. Он оттуда просто выскочил. Потому что, типа, я не пришел и не забрал. Меня, сука, час промурыжили. В этом гребаном торговом центре я простоял, просто проштыкал, простоял, потерял час своего времени. И остался, условно говоря, без заказа. Что это такое? Я максимально вежливо, но будьте любезны. Я говорю, звоните начальству, выясняйте. У вас больше полномочий. Даже если вы позвоните в интернет-магазин от своего имени, как сотрудник такого-то отдела. Вам по-любому будет, как бы, больше привилегий, чем я ничего звонить не буду никогда. После этого я включил камеру, и вы услышали это. Ну что, МТС, давайте обосремся дальше. Я приехал в офис за выдачей заказа. У меня стоит выдача заказа до 22.00. Второго, третьего, точнее, 07.2020 года. Я приехал в 21.10 или 21.07. Вот в эту точку заказа. Вы сейчас дальше услышите разговор. Продавец допустил момент, когда в 22.05 интернет-заказ, естественно, слетел. Цена, по которой был оформлен заказ, естественно, слетела. И она не может мне выдать этот интернет-заказ. Это первый момент. Второй момент. Продавец начинает грубить, начинает немножко некорректно себя вести. Нахожусь в городе Петрозаводске, лесной проспект 47, торговый комплекс фотосплаза. Я хочу донести до руководства компании МТС, а конкретно франшайзе, который занимается непосредственно в городе Петрозаводске, о том, что на самом деле это неправильно. Такой подход клиенту заставит, заставить, заставить человека простоять час в очереди, и после этого просто, ну, можно сказать, меня послали. Без упоминания этих слов. Спасибо вам большое, спасибо за оформленный заказ и так далее. Я думал, что я, постоянные ваши клиенты, какие-то чувства лояльности должны сохраняться. Я вас не буду снимать. Я вас не снимаю. Я уведомляю вас о том, что я произвожу аудиозапись. Пожалуйста, выдайте мне заказ, который я оформил, все сделал. Но это ваши проблемы. А кто допустил? Во сколько я пришел в магазин? 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 Я не слежу за этим. Да вы что? Я в 21.10 стал вот здесь вот, перед молодым человеком. Я простоял здесь час. Только потому что вы выполняете свою работу очень долго. Вы не справляетесь с ней. Я не справляюсь, конечно. Да, не справляетесь. А почему вы допускаете то, что вы работаете одна и не справляетесь с нагрузкой? Это руководство. Почему вы допустили то, что у меня завтра дарить человеку гаджет в подарок, а мне его сейчас не получить? Все руководство. Будь любезны, произнесите свою фамилию, имя, отчество. Вы обязаны представить, что вы мне обязаны представить. Я не полицейский штабов предоставлять вам. Нет, вы работаете в торговле, вы обязаны. А я не умею читать. Представьтесь, пожалуйста. Я не буду представлять. Пожалуйста, представьтесь. У меня лисит бейджер, вы можете подойти и почитать. Я не умею читать, у меня плохое зрение. Офтальмолог. Офтальмолог, то есть вы мне еще и грубите. Я помню, грубил. Будьте любезны, пожалуйста, представьтесь. Как вас зовут? Бриткова, надеюсь. Кто вы являетесь и где вы находитесь? Специалист по-классам. Какой номер офиса? Номер офиса этого, какой? Какой номер офиса? Ну, у магазина есть номер, допустим, 1049 или 527. Е519. Е519? Во сколько я пришел в магазин? Я не следила за тем. А я следил. Я вам сделал замечание через 20 минут. Почему я жду 20 минут? У меня тут перед вами 2 клиента. Я пришел в магазин в 20... Еще раз. Я пришел в магазин в 21.10. Я ждал час. Меня никто не уважал. Еще раз. Я ждал час. Час. Завтра ребенку день рождения. Надо подарить гаджет. Из-за того, что у вас... Какому интернет-магазину? Все претензии к вам. Еще раз. Все претензии к вам. А к интернет-магазину? Нет, к вам. Я приехал вовремя. Я приехал за час до завершения оплаты заказа. За час, девушка. Понимаете? Ровно за час. Я не буду дальше объяснять. Как мне объяснять? Вы допустили тот... Еще раз. Вы допустили. Фамилия, имя, отчество вашего руководителя. Фамилия, имя, отчество вашего руководителя. Я не буду отвечать на ваши вопросы. Будьте любезны, пожалуйста, мне. Фамилия, имя, отчество вашего руководителя. Он будет за храном СМИ. Еще раз. Фамилия, имя, отчество вашего... Вы обязаны мне предоставить эти данные. Фамилия, имя, отчество вашего руководителя. Будьте любезны, скажите мне, пожалуйста, фамилия, имя, отчество вашего руководителя. Мне эти сведения нужны, потому что я буду предоставлять эти данные в интернет-магазин МТС. Будьте любезны, фамилия, имя, отчество вашего руководителя. Уважаемый продавец-консультант, скажите, пожалуйста, мне фамилия, имя, отчество вашего руководителя. Журавлев Денис Николаевич. Как получилось так, что вы допустили час простоя клиента в пункте выдачи с 21.10? У меня зафиксировано геолокацией о том, что я приехал в этот магазин 21.10. И сейчас время 22.05. Вы дождались окончания заказа, смены. Не предприняли, не предприняли ни одной попытки. Я должна была всех бросить. Вы ничего не должны быть. Вы такой лояльный, извините, пожалуйста, вы такой лояльный консультант-продавец, что на самом деле вам не стоит работать, скорее всего, в торговле. Меня уволят завтра. А, вы еще и дерзите, да? Хорошо. Спасибо вам большое, что не отказали. Будет проводиться разбирательство, имейте в виду. Ну что ж, послушали, да? Ну, на самом деле, я максимально культурно попытался собрать доказательную базу, потому что я буду поднимать этот вопрос дальше. Естественно, после этого я позвонил в интернет-магазин в службу поддержки. Там принесли глубочайшие извинения. Сказали, что да, ну вот на местах, бла-бла-бла, бывают вот такие вот нерадивые сотрудники. Ребят, ну на самом деле, ну давайте быть добрее, давайте быть позитивнее, как бы. И почему? Я почему, я не понимаю. Если вы обучаете своих сотрудников, по-любому должны обучать, так предупредите их, внесите в программу, в разработки, типа, если время там полчаса до закрытия, сотрудник встает и говорит, так, интернет-заказы подходим, давайте я их забью в базу, будете стоять дальше ждать, но они, по крайней мере, будут числиться как, ну, выданные. А оплату там по очереди. Что, блядь, не так? Извиняюсь за выражение. В общем, МТС взяли и потеряли мой заказ по вине нерадивой сотрудницы, которую вы слышали. Я максимально был максимально любезный. Естественно, я пойду к начальнику, потому что, ну, я потерял сейчас 2-2,5 часа своего личного времени, вычеркнул их из жизни просто ради вот какой-то вот этой вот девушки, которая там, женщины, которая вот, ну, на самом деле, еще и хамски, по-хамски себя ведет как бы. Вот такие дела. А в интернет-магазине МТС все равно заказывайте там акции в честь десятилетия, ссылка в описании. Если смотрите с МТСа, пишите мне, будем решать вопрос. Спасибо за просмотр. Ставь лайк или дизлайк. Пиши свои истории, связанные с выкупом интернет-заказов в любых магазинах. Естественно, пиши Дональдак, если досмотрел до этого момента. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok